итак события дня 540 номер условно сказать подкинул эту тему мне а мне говорят так это подкинули тему враги ваши они назвались колесникова николай и анна к ним дети приехали они попросили теперь каждый день смотрят и чтобы а у меня один раз только сделал из тех пор я пошел пропуска пока не было 540 дней позади сегодня представьте себе вот это они открыли мне двери столько материала у меня уходила в архив а сейчас я почти все выставляю и события дня считают люди день два три смотрю уже набирается больше ста деяния 18 но вы примете силу когда сойдет на воздух святой так как эпиграф это за 5 июня 2017 года за 5 10 мы выезжаем выезжаем и по скайпу разговоров не будет четыре месяца и поэтому кому из вас и нужно кто слышит другим скажите они могут выйти на меня по скайпу но предварительно написать так минутку слава иисусу христу меня проверяют вот вчера я увидел такое бочка и сделана из нее ручная бетономешалка своими руками вот я специально выделил кто если не знает как это делает какие-то туркмены или узбеки то много разных но мне больше всего понравилось то что я могу попросить самим сделать роман николаевич фроликов пишет больных людей с представителем которых мы сегодня разговаривали то есть где-то там вот где общее занятие были там они иногда встречаются на этой стрелке нам надо во свете библии называть садомитами чтобы их ум и свой ум отсылать к слову божьему садомитов сжег бог слава ему андрей рогачевский отвечает аминь сергей игнатов спаси христос если к нам заползает геи и змеи то с какими драконами сражается как ангел михаил исповедник православной веры игнатий технич лапкину крепи нас господи аминь но это слишком уже высокая конечно сравнение но во всяком случае мы говорим и вот один вышел с санкт-петербурга ну я не знаю кто и начинает говорить а можем и с товарищем к вам приедем я говорю нет конечно а вы хотите согласны чтобы записывали мы в интернет выставим нет вы это вопрос закончен я сразу выключил я с такими не разговариваю а сергей козлов зашел и говорит вы так и не поняли кто к вам заходил я говорю нет это садомиты надо же вот он лежит парализованный и все знает а я ничего не знаю но все равно бы я их не пустил юрий соболев пишет у раввина спросили когда лучше детей учить греческой философии днем или ночью он ответил никогда ибо написано новина иисуса 18 да не отходит вся книга закона от уст своих на упущаясь поучаясь в ней день и ночь юрий говорит вот и думаю а чего же тогда стоят наши прочие интересы и увлечения на которые мы тратим дни и ночи вместо изучения святой библии но я об этом и говорю меня за это обсуждают я много чем занимался учился в училище там высшая мореходная и однако все бросил связал и бросил под пол книжки эти занимался много чего мне никогда бы не потребовалось много занимался чем а чем же именно изучение языков когда я обратился в это время писал писал уже в дневнике на семи языках но оказалось ничего этого не надо наталья пишет вчера у нас беседа была и ролик я выставил долго вот сейчас 50 минут она в германии замужем за сирийцем и она в конце пишет отец игнатий благодарю за беседу сейчас четыре часа три минуты утра еще минут тридцать и у меня утренняя молитва отец игнать и у моей дочки второй анны беснования всю ночь она скрижащи зубами стонет спать не может с рождения полипа удалили ничего не помогло теперь гланда увеличивается с дыхательными путями очень трудно я понимаю врачи никак не могут помочь это вопрос духовного состояния помолитесь за нее я думала надеялась после крещения и лучше станет оказалось крещение то и не было обман сплошной то по моим грехам она страдает благодарю заранее слава иисусу христу за то что послал мне истинно верующего человека на всем земном шаре то ли обо мне это на уж так пишет на всем земном шаре да тут кто шар то не признает скажет что же она признает его шар но и кроме того она говорит вопрос задает по второе послание коринцы двенадцатая глава посмотрите павел был в теле или не в тело у них как раз такое же состояние я еще раз стал говорить отстань от этого ты была где-то с пятидесятиками с харизматами эту заразу то прицепила то что пророчествовать как будто начинает что-то говорить я говорю мы потеряем друг друга то и потеряем мы из-за тебя не из-за меня и она заканчивает необычно все 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 это видимо муж проснулся там другой комнате это и прекратилась наш разгону посмотрите разговор может показать интересны и всера кто-то зашел интересно выходит там тувинская или хакаска не знаю как тувинская там епархия и там такие учатся разные где-то в семинарии их там хорошо разбирает максим степаненко какие они из себя там ничего не делают нападают это и вот они там такую клевету на меня возводят а один зашел youtube аккаунт или youtube там что-то такое не пойму я 169 373 говорит а он за меня заступается кто-то вот этот скрылся все верно говорит лапкина отцы церкви заблуждались и каялись взять хотя бы андрея критского анафематствовавший шестой вселенский собор но указывает то на что это явно дело что похоже но у меня это редкий такой материал даже игумен я говорю кириллу тот не знал или отношения святого кирилла александрийского ситом и она златоуста то есть не хотел признавать святым это тоже из моего материала и так далее если преподобный сергий радонежский благословил монаха взяться за оружие если так оно было на самом деле то напрямую является нарушителем канонов православной церкви седьмое правило 4 вселенского собора кавычки поставленным однажды в клир а также монахом мы определили не вступать не в воинскую службу не в мирской чин иначе дерзнувших на это и не возвращающихся с раскаянием к тому что прежде избрали для бога придавать анафеме это тоже мой материал то есть сергия радонежского нужно было нафеме придавать его сразу и больше бы на него не ссылались согласно канона разве преподобный сергий радонежский выше собора разве отцы собора не духом святым движимы были это тоже мои слова а лжете вы монахи что лапкин клевещет на святых по-вашему святые безгрешно их авторитет как у бога непререкаем защищайте свой авторитета а то вас кормить перестанут вот такой помощник у меня выявился это он все ночью сегодня им или вчера там я так увидел недавно выговорил но и покажу наши ресурсы это первое вот мой мир о тут вышла еще наталья чернова но я при вас скрою что она тут пишет нет на сразу посмотреть она пишет так вот так я конечно могла бы так сказать но это было бы нечестно по отношению к моим близким я им сказала что примерно месяц нас не будет я вчера у мужа ласково спросила что если нам понравится подольше задержимся он ответила что тогда перевезет мои чемоданы к вам в деревню и чтоб тогда жила там у вас у меня же глава муж так что мне надо мир хоть в семье сберечь спаси христос игнатий тихонович то есть они связали себя словами вот приедет насколько ты сразу там проходит время и домой игры ты бы сказала им что если понравится я останусь подольше сыном приезжает а там видишь муж как ей говори тому что ушел и не не живет как будто бы с ней похоже так так что ну ничего но я посоветовал ты неплохое советовал то но и ответили так кого она должна слушаться мужа конечно мужа и вот я показываю какие у нас тут это ресурсы вот мой мир вот как я тут шапки тут можете заходить и тут видно где к истине 2 mail.ru письмо написать где положить второй ресурс большой это православный форум игнатия лапкина вот очень 1600 тем богатый но и тысяч 7300 роликов 7300 это наш православный видеоканал открытым оком о свете библии вот сегодня сколько вот видите как под замками это означает сегодня модератор администрации кто там работает столько закачали закачали я потом буду только снимать вот но я выезжаю поэтому присылать придется иногда далеко отсылается как вот какие раньше я выставил тут они все есть но и большой самый ресурс у нас это во свете библии православный библейский сайт события какие вот события вставляю и самое ценное всего что показал я так считаю это четыре тысячи 124 ответа по темам этого это никогда им не сделать никому но они могут там фильмы создать там что-то это не сделать не сделать а за заранее говорю почему они боятся корысть и трусость чего ради он будет отвечать я отвечаю невзирая ни на какие авторитеты патриарх не патриарх президент оон я везде писал письма и говорю не потому что я не боюсь как некоторые говорят оон ничего не боится это не так я боюсь бога как это я не боюсь и поэтому я смотрю выше голов их звание меня ни грамма не трогают я должен возвестить слово божие и вот здесь 55 папах по ним все это раскинуто какие из войны война тема я помаленьку беру каждый раз и сейчас точно тоже какие мне вопросы задавали когда я вел занятия в университетах вопрос 2128 чтобы вот так вот считать и тысячами нету ни у осипа ни у кого нету нету он сказал он не найдет что сказал когда восьмой том открытым оком все открылась страница все откроется как же говорите что при нападении врагов не нужно христианам брать за оружие жития святых переполнены описанием какими были храбрыми христиане в войсках языческих императоров но сам вопрос разве не говорит а то мне записка такая ответ неизменным остается только слово бога живого а эти поступки не по писанию все это не что иное как чужие грехи как говорил златоуст нам это без надобности пересматривать лука 18 7 бог ли не защитит избранных своих вопиющих ему день и ночь хотя и медленно защищать их римлянам 12 19 не мстите за себя возлюбленное но дайте место гневу божию ибо написано мне отмещение я вас дам говорит господь есть немало примеров когда бог сам спасал от вооруженных врагов своей силою ибо он может сделать это и сегодня как ему угодно и он новый 2 июня память один иудей дом которого был близ того места где лежало многострадальное тело думал что это священники христианские пришли поднять его и придать обычному погребению это он взял лук и стрелу приблизился туда и желая застрелить одного из видимых тех то есть мнимых священников положил стрелу затем с усилен нисколько мог натянул лук когда же он хотел пустить стрелу то стрела с тетевой прилинула пальцем его правой руки а лук к левой руке и он не мог не пустить стрелы не освободить рук от лука и стрелы и так страдал этот еврей змеиное исчадие всю ночь и вот это еврей змеиное исчадие это так написано в житиях зима в преддверии и лютые морозы поземка в юго запуржит буран неподготовленным маячит призрак грозный смерть непременно нагрянет как тиран пока не кончилось тепло торопит жатву наполнит закрома сухой пшеницей и обеспечить пчел всю живность и лошадок в тепле собачки легче ощутиться и только уж совсем пропитый малый не озаботится о пище и жилье последний месяц и зима настала пришла в отстиранном зализанном белье седмицы даниила отмахнула последнее всем ясно на подходе то там то здесь война с подземным гулом смятение неуверенности народе и самый сильный побежит раздетый всем жену хватятся задраные штаны и варятся в горшках свои же дети страданием сосуды все полны отнимется писание насильно от моря и до моря ринутся скитальцы ища послушать возопят умильно к антихристу на удочку как многие попались что заготовишь знаешь наизусть накопленный багаж библейских стройках горит в душе неопалимый куст неугасающий светильник в жуткой ночи еще есть время может бабье лето обдуманно веди с собой войну заранее заботься стать атлетом труду дай предпочтение а не сну запас к зиме уже сейчас готовят заполнить щель не выдает тепло заучивая писание слова в слово пурга событий бьет в туманное стекло 26 сентября 2003 года но я думаю на сегодня хватит то что услышали здесь и на этом я прощаюсь с вами и вы меня выключаете там что у вас есть кто может а я здесь выключу